Приветствую вас! Я думаю, что мой коллега Кудрючёв Игорь Леонидович выделил хорошо те основные моменты, которые у вас присутствуют в вашем тексте и в вашей проблеме. Я думаю для начала, что вы идёте тем же путём, что и шли ранее. То есть, с 26 лет вы работаете с психологами, с 26 лет. Совершенно очевидно, что это были разные психологи, совершенно очевидно, что это были разные специалисты. Совершенно очевидно, что вы, знаете, как сказать, приобрели навык взаимодействия с психологами. То есть, у вас есть такие поведенческие паттерны, которые хорошо, значит, вписываются в работу с психологом. То есть, вам комфортно вести диалог к нам в определённом аспекте и так далее. Но, как бы, вы своим вопросом, по сути, продолжаете эту же историю. То есть, вы своим вопросом продолжаете путь к разным мнениям. Вы продолжаете путь, вылетело у меня сейчас это слово из головы, возможно, к распылению. Да, к распылению. Вы продолжаете свой путь на распыление. То есть, спрашиваю этого, поработаю с этим, спрашиваю этого, поработаю с тем и так далее. Ну, хорошего в этом, на самом деле, для вас очень мало, и поскольку, как бы, психологов немало здесь, на сайте хотя бы, то мнений тоже будет немало. И у вас будет ещё больше каши в голове, у вас будет ещё больше путаниц, вы ещё больше вообще не будете знать, как и что вам делать. Поэтому, 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 первое, что вам нужно определить, да, это то, что вы хотите поменять, а не какая штука. То есть, немножко, вот, продолжая позицию своего коллеги, да, хочется сказать, что, по ощущениям, вы преодолеваете себя всю свою жизнь. То есть, вот, вы просто преодолеваете себя, это просто преодоление. Вот. То есть, это, просто вы берёте и заставляете себя, заставляете себя, заставляете себя, заставляете себя, давай, 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 давай. Вот. Ну и поэтому, собственно, вы не мотивированы. И поэтому вы, ну это уже следствие, поэтому вы людей опасаетесь, избегаете и так далее. Потому что у вас ощущение, что все они от вас чего-то требуют и хотят. В том числе и дети. Вот. То есть, здесь, опять же, нужно для начала, вот для начала, самое простое, самое простое, выработать то, вот для себя выделить, что хотите именно вы, что хотите именно вы, что не хочет никто-то для вас, никто-то за вас, а именно вы. Вот вы говорите, что у меня, значит, картинка возникает, да, необитаемого острова, где от меня все останутся. Окей. А почему вы этого хотите? А потому что, опять же, все от вас чего-то требуют. От вас требовало чего-то отец, от вас, вероятно, требовало чего-то брата, от вас, вероятно, требовало чего-то первая жена, дети и так далее. То есть, вам хочется постоянно избежать, избежать куда-то. Вот. И мне думается, мне думается, что работа, как таковая, она не будет иметь какого-то эффекта реального, да, до тех пор, пока вы не обеспечите себе вот эту вот некую изолированность, да, то есть, пока вы не ведете себя в состоянии регрессии. Вот. То есть, вы переполнены, переполнены чужими ожиданиями, вы переполнены, вероятно, чувством вины, вы переполнены киперответственностью и так далее за других людей. Вот. И поэтому вся работа идет, как бы, на смазку. Вы ничего для себя не получаете через работу. Вот. Понимаете, какая штука. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, что это первое. И еще раз, да, еще раз. Создать для себя такую среду, да, где бы вы могли отдохнуть, отдохнуть, чтобы вы могли привести себя там, условно говоря, в порядок, да, где бы вам было однозначно неплохо. Вот. Чтобы вот этого вот постоянного напряжения, да, у вас не было. Вот. Вот это, я, пожалуй, один из самых ключевых, ключевых моментов. То есть, то, что я у вас увидел. Вот. В вашем тексте. Вот. Далее. Далее. Вы говорите про отца. Сразу. Вы говорите сразу про своего отца. Что, типа, вот, у меня отец, он, вот, значит, такой, да, вот он меня, там, соответственно, ну, обносился ко мне как-то, вот, и так далее. А, отчасти, отчасти, это так. То есть, отчасти он, как-то, вот, влиял на вас. Отчасти. Но, отчасти же, это ваша ответственность за то, что случилось. То есть, это вы выбрали и приняли решение, да, да, ну, вести себя так, жить так, как вы вот живете и так далее. Понимаете, какая штука? То есть, это ваше решение было, было. И, ответ здесь, эээ, ну, не сказать, чтобы, ээээ, совсем был, был, эээ, целиком и полностью ответственник за то, что вот с вами происходит. И вам нужно взять личную ответственность за свою жизнь. Не обвинять отца, да, в том, в том, что происходит. Мне показалось, что вы это делаете. Мне показалось, что вы обвиняете его. Ну, что вы в отце, я имею ввиду. Дальше идем. Значит, так. Вы пишите, у меня сильные страхи и неуверенность в себе. Значит, смотрите. Каждый страх, каждый страх – это ваше желание. То есть, вот, эээ, каждый страх – это, ну, это потребность какая-то. Потребность в чем-либо. Такая она инверсированная, инверсионная. То есть, то, чего вы боитесь, в действительности хотите, но себе запрещаете это делать, что хотите. Вот. И это с одной стороны. А с другой стороны у вас есть, так сказать, приобретенный навык, приобретенный рефлекс, что это представляет для вас опасность. Опасность. Ну, то или иное. Вот. Откуда вы взяли, что то или иное опасность? Почему вы считаете, что то или иное опасность? Опять же, лично я думаю, что причина этого кроется в том, что сказал мой коллега, да? То есть, в том, что вы не принимаете себя и ориентируетесь на, ну, ну, на вне, на других людей. То есть, у вас социально ориентировано, не на себя. Хотя, внешне вы можете вполне себе производить такое впечатление, да? Впечатление, впечатление человека, который, там, думает, к примеру, о себе столько. И все. Вот. То есть, этот момент, его тоже нужно рассматривать, да? То есть, страйки, подробно их разбирать и так далее. Я еще раз повторяю. Может быть, вы это делали. Может быть, вы уже свои страхи разбирали. Я не говорю, что вы их не разбирали. Но, понимаете, вот у меня такое ощущение, да, что вы, опять, да, вы говорите, что вы ведете себя как надо, да? То есть, это не искренне, не искренне все. Это не искренне все. Возможно, вы по-прежнему зажимаетесь. Зажимаетесь и чего-то боитесь, как, например, боялись, там, своего отца, например, и так далее. Дальше идем. Так, неуверенность в себе. Это вздутствие доверия. Доверие в себе и своим чувствам. Также это подавление своих чувств. Мучает постоянной депрессией. Ну, опять же, депрессия – это психическое заболевание, которое должно диагностироваться врачом, психотерапевтом, психиатром, либо клиническим психологом. Там должно надеяться соответствующее лечение. Вот, в одинном случае это не депрессия, а что-то другое. Дальше. Голошальное сопротивление всем без всяких исключений делаем планом обязанностным контактам. Ну, соответственно, вот вам надо бы, знаете, как сказать, почувствовать, почувствовать нижний барьер здесь, чтобы избегите всего вообще, избегите всего, просто вам нужно почувствовать себя, вам это, вот вам об этом, да, вам об этом, значит, как бы, психика, ваша психика, говорит, знаете, какая штука, то есть психика вам об этом, прям сигнализирует, и вам нужно прислушаться к нему, к голосу вашей психики. Значит, возьмите курс, сейчас, сейчас, да, на уединение. Как вы это сделаете, что вы сделаете, абсолютно не важно, но если у вас возникает сопротивление, значит, его нужно, его нужно послушаться, вот, к нему нужно относиться бережно, к этому сигналу, вот, и ни в коем случае, да, не игнорировать, вот, ни в коем случае нельзя игнорировать, эм, то, что говорит вам голос психики вашей, вот, знаете, какая штука. А вы это игнорируете, вот, это то, что вы хотите, вот, понимаете, эм, все остальное, что вы пишите, про, про депрессии, про, там, неуверенность в себе, про страхи, это все не то, чтобы, эм, ложь, это, конечно, не ложь, но это, знаете, как, это не ваше, не в полной степени, не в полной мере ваше. А вот сопротивление, которое вы испытываете, вот сопротивление ваше, и вы знаете, вы чувствуете, что сопротивление ваше, вы знаете, вы чувствуете, что это действительно есть. Окей, так давайте его раскроем, давайте, эээ, поставим задачу, задачу, да, задачу, эээ, значит, какую задачу поставим, эээ, поставим задачу, например, эээ, сделать так, чтобы вы сопротивление, эээ, больше не ощущали, к примеру. То есть, просто, чтобы оно не чувствовалось, не чувствовалось, эээ, вами. Вот. И все. И этот, эээ, запрос, который у вас, эээ, может, ээээ, быть, да, вот, этот запрос, эээ, ээээ, вполне себе, эээ, мог бы быть для вас, ээээ, реальным. понимаете, какая штука, какая штука. Дальше, вот сейчас пишу и чувствую серьезное сопротивление, потому что, потому что вы не видите психологов как своих союзников. Вы видите психологов только как источник того, что вам нужно, это в первую очередь. Второе, это некая оппозиция. То есть это что-то правильное для вас, возможно, для вас вероятно, то что это правильно, вероятно. Вот. Но, все равно это, в некоторой степени это из области всего-то другого. То есть это вот психолог, и вы находитесь по разному в сторону баррикад, условно говоря. Поэтому у вас, собственно, не получать, несмотря на хороший контакт, да, не получается что-то делать. Потому что изначально психолога вы воспринимаете не как союзника. Вы считаете, что психолог, психолог не способен разделить с вами и вот то ваше желание и тот ваш запрос, который есть у вас. Ну, мне так, по крайней мере, видится. Вот. Понимаете? Какая штука. То есть, опять же, вы то, чего хотите, реально не говорите, а запрос ставите, как мне там стать с кем-то, как мне там быть с кем-то и так далее. Вот этот запрос, может быть, и правильный был бы, если бы вы его реально хотели. А у вас на него сил, сил даже нет. Потому что, ну, откуда могут быть силы, да, если вы постоянно находитесь под гнетом, под сопротивлением и так далее. То есть, вся ваша энергия, она уходит туда вот, на борьбу, на преодоление сопротивления. Вот. Отсюда вероятны и депрессии, отсюда вероятны и все ваши конфликты. Вот. То есть, мне кажется, мне кажется, что вторым шагом будет определение главного конфликта, что с чем конфликтует. Вот. Не постановку каких-либо вопросов. вам. Да, именно определение, что с чем конфликтует и по чему. Почему конфликтует. Вот. Понимаете, да, надеюсь, о чем здесь речь. Дальше идем. Так. Проблемы увидим в самом детстве. Ну, про детство я вам уже сказал, да, что здесь главное не, вот, знаете, не скатиться в какое-то просто, обвинение, да, и не скатиться в то, что во всем виноват ваш отец. То есть, может быть, может быть, ответ к этому руку и приложил, конечно. Вот. Но, мне думается, мне что внешняя история все равно ваша. То есть, по итогу ответственность, она все равно ваша. И нужно взять ее вам на себя. ответственность. Знаете, какая штука. Вот. А, дальше. Так, следующий момент. Мама заботливая, кандидат технических наук. Ну, вот, мне кажется, вы знаете, что, от мамы, вы на маму тоже обижены. Мне кажется. Вот. Мне так кажется. Вот. Что на маму вы тоже за что-то обижаете. И, возможно, вам от нее тоже что-то нужно. Вот. И, возможно, вы хотите, хотели бы что-то от нее получить для себя. То есть, к маме у вас, вероятно, тоже есть какие-то претензии. Вот. Потому что, ну, не просто так вы про маму сказали. Как и, в общем, про прапа своего. Вот. Так что, здесь очень важна материнская фигура и отцовка. Не только отцовка, но и тематинская фигура тоже. Вот. Все эти вещи, совокупности, все они важны. Для вас. Важны. Дальше. Брат. С брата нас, скорее всего, сравнивали. Так, как вы поняли, я не очень лаконичен, нет, если честно, я не понял, что вы вкладываете в понятие лаконичности именно здесь, т.е. что такое лаконичность лаконичности я, конечно, знаю, но что вы вкладываете в это понятие лаконичности для меня загадка. Так что, давайте, наверное, этот момент как-никак рассмотрим, что вы подразумеваете под этим, под лаконичностью, как вы видите эту историю. Ну, на мой взгляд, вы более чем лаконичны, только лучше ли вам легче такого становится. С возраста где-то 25 лет и последний день занимается психологом, не скажу, что в пусто. А какой запрос, по каким запросам вы занимаетесь? Главное, все повторно, инфантильность не трансформировалась. Знаете, инфантильность это перенос ответственности. То есть до тех пор, пока вы считаете, что отец виноват в том, что с вами произошло, до тех пор, пока вы обвиняете своего папу, каким бы он ни был, да, и считаете, к примеру, что могло быть по-другому, ну, ваш инфантильность никуда не денется. То есть я не знаю, над чем вы работали, но надо принять им личную ответственность, мы работали точно. На сессиях все проходит в своем передуме, есть хороший контакт, ничего не утаиваю, предельная честь, не стараюсь формулировать, замокрестить и многое, если я его понимаю, а некоторые, наверное, я в периодически замечаю, что я очень здорово все понимаю, но добавить нечего. Ну, знаете, какая штука? Вот опять же, Кузыщев Игорь Леонидович сказал вам, что вы не говорили о своих числах, а проживали их. Это хорошая рекомендация, но А не происходит такого, что вы как будто, знаете, вот ну, как будто садаптировались под то, что вы делаете то это не может быть такого, что вы просто подстроили под тот диалог который вы ведете с психологом и просто говорите о том, что хочет психолог услышать, чтобы получить его одобрение опять же то это, по сути, психологическая игра как и сказал мой коллега А, так, делаю все как надо, ну, опять же, про надо это мой коллега хорошо сказал, я все время как будто хочу что-то получить от психолога понимания, защиту принятия, а он мне этого, как взросл, не дает и не должен давать опять же, вот здесь вас какая-то обида на отца не кажется потому что вы считали что отец,-ка-ка вероятно, что это должен а должен, он вам этого не давал и вот это, который как бы сделал, это сzhv вот нет, вот это не завершенность что типа м-м-м, значит, но что отец, вот он не должен он должно мне дать он должен мне internationally ну помочь словно говоря да, он должен, должен 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 вот на моей блядь Вычитайте, вычитайте так. Вот. И это, это, является одной из ключевых ошибок, потому что всё, что вы хотите получить, вам нужно получить, ну, самому. Всё это есть у вас, всё это есть у вас. Вопросы заключаются только в том, готовы ли вы реально действовать для того, чтобы это получиться настоятельно. Вот, в чём я, собственно, ну, действительно не уверен. Да, всё, в чём я действительно не уверен, это только в этом. Вот. Далее, вы пишите, я очень твёрд в своём этом желании получить от людей то, что мне нужно, на этом происходит засыпание, то, что происходит на сессии, она поверхность внутрь не проходит. Ну, вот, соответственно, с этим, с этим вашим желанием и нужно работать. Вот. На мой взгляд. С этим вашим желанием и нужно работать. В первую очередь. Потому что вы хотите получить что-то для себя, требую, требую что-то для себя, требую в глубине души, требую в глубине души, вас говорит ребёнок. Вот. Ну, а на самом деле, в взрослых отношениях, получается, вы не устраиваете с теми же психологами. Вот. Дальше идём. Вы пишите, так, эм, я на этом зацикливаюсь. То есть, это похоже на навязчивые мысли, навязчивые желания. Всё естественно, потому что понимание защиты и принятия, это всё естественные поправности человека, которые есть у каждого, но которые у вас не реализуются. Дальше. Что-то происходит на сессии, оно поверхностно внутрь не проходит, не даёт мне что-то важное внутри пережить. Ну, это, скорее всего, обида. Скорее всего, обида. То есть, вы обижаетесь на психологов так же, как обижаетесь на своего отца. И уже психологов обвиняется в том, что они вам не дают того, что вы хотите. И из-за этого перестаёте с ними, ну, взаимодействовать. Вот. Ну, опять же, да, опять же, это, это мне так, эээ, это мне так видит, видит, это мне видится таким раскладом. Ну, я могу ошибаться, конечно. Дальше. Идём. Эээ, так, я это давно понимаю, но что и как сделать, тут непонятно, оно и весь есть я. Работать с желаниями. Вот это, работать нужно с желаниями, Валерий. Эээ, никакие воздействия на себя изнутри невозможны. Возможно, возможно, если вы не перестанете тратить, эээ, свою энергию, да, если вы перестанете тратить свою энергию на сопротивление. Нет абсолютно никакой модификации. Есть гласцальное сопротивление и опрещено. Но, опять же, это, эээ, вот, ощущение извне, да, которое идёт, что я должен, я всё-то должен, я постоянно кому-то всё-то должен. Это не так работает. Дальше. Эээ, я будто всё равно знаю и понимаю. Это рационализация. Я будто не умею переживать, умею бесконечно думать и страдать. Но, опять же, это века своих чувств, потому что ваши чувства с детства подавлялись. Здесь, конечно, работу с чувствами провести мощно в контексте, в контексте родителей. Ну, в контексте вашего папы, например. Вот. Но только в этом контексте. Эээ, попробуйте посмотреть со стороны и можно увидеть какую-то картинку или деталь, которую я не вижу. А у психологов, а у другого общения со мной что-то сбивается. Даже если они что-то хотят для меня, то они что-то видят, уважение вечно. Ну, а в какую деталь, в какую картинку вы хотите увидеть, что вам это даст без работы, опять же. Я ещё раз повторяю, работать нужно с одним экспертом, потому что вы одна где-то выбираете и с ним идёте. И с ним, как бы, идёте, вот, по опыте. Не меняете, как бы, его. Вот. Вот так вот. Да, запутываете, вы запутываете, вы запутываете коллег, потому что вам не выгодно что-либо менять. Об этом очень хорошо я сказал. Худруйсёв, Игорь Леонидович, опять же. Эээ, хорошая игра есть. Да, но, можете почитать, а не в интернете. Так она называется, психологическая игра, да, но, запятая, да, запятая, но. Вот. Это, мне кажется, вам будет полезно. Вот. Ну что ж, вроде бы все моменты я озвучил, по качеству, которые можно было бы озвучить, исходя из вашего текста. Вот. Что касается абса, да, наверное, всё-таки про отца я ещё скажу немного. Эээ, его фигура, фигурация, она у вас, как и брата, очевидно, достаточно яркая. Очевидно, ещё раз повторю, очевидно. Не уверен, но очевидно. Поэтому, давайте мы с вами попробуем, попробуем, подумать, эээ, вот в каком контексте нам, почему отец так вот так себя с вами вёл. То есть, посмотрите на него, эээ, не как на вашего отца, а как на человека. Почему он так себя вёл? По поводу чего у вас, у вас на него обиды? То есть, обиды есть, это очевидно, это факт, я думаю, с этим вы спорить не будете. Вот. Но по поводу чего они у вас есть, эти обиды? Именно по поводу чего? Конкретно. Мог ли отец ваш, мог ли, именно мог, мог ли он, дать вам то, что вы хотели, что вы хотели? Мог ли он быть другим адсом для вас, к примеру? Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, не мог. Могу ошибаться? Опять? Могу ошибаться? То есть, это, вот то, о чём вам также, в том числе, нужно подумать, вот так. Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаёте и пишите, если даже не вопрос, это просто текст. Вот. Это просто текст. Так, надеюсь, что вам был полезен мой ответ, надеюсь, что вы для себя что-то из него извлечите, и ещё раз повторю, чтобы вы правильно понимали, да? Ага, я не хочу, я не хочу, чтобы вы думали, что я сейчас, ага, пытаюсь как-то, там, условно говоря, принизить своих, допустим, коллег, да? Вот. Такого, ааа, такой цели у меня нет. Я хочу, чтобы вы поняли важную вещь, что работать нужно обстоятельно и чётко. На выработку доверия к психологу уходит, ааа, ну, тоже недостаточное количество времени, к сожалению. На выработку доверия к психологу. Вот. И это доверие к психологу, доверие, необходимо для работы с вами. Потому что, ну, как бы, человек, вы достаточно уже взрослый, да? Как лично, что вы сформировались. Вот. И, естественно, вы не можете, вы не можете быстро, да? Вы не можете быстро, вы не можете сходу, к примеру, вступать в доверительные отношения с психологом. Хотя вам это очень нужно. Вот. Это вам очень нужно. Вот, в принципе, то, что я могу вам ответить на ваш вопрос. Пока что. Пока что это всё. Пока что. А я надеюсь, что для вас это было полезно. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучше, я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Доßen. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитров А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...